Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. В Потеряевке, садя ее основание буквально, я сразу установил в воскресенье проводить занятия. Занятия на улице были или в лагере. Вот это и продолжалось в 2007 году. По темам. У нас была какая-то ревизионная комиссия создана, я о ревизии говорю. Дождь прошел, тема дождь, вода, скотина, инструмент, гости. И вот занятия по темам. Что здесь есть? Вот посмотрите. Это 01 год. 01, 2001. Ревизия. Ревизия, проверка. А слов таких в Библии нет, ни того, ни другого. Слово проверка отсутствует вообще. Я коротко скажу, что для нас самое главное в жизни. И по этим параметрам пройдемся и проверим, все ли хорошо, все ли правильно. Вот сидят люди, потеряевские, гости приезжают даже из других деревень. И это шли занятия. И часть их, часть записал и Игорь Барабаш. У него маленький такой, мой такой, он был кассетный. А многое-многое не записано, его не было, или уезжал, в это время никто не записывал. Тут мне проповеди, которые в храме, тут даже видео Глушков записывал Игорь. Ну и записано там немного проповедей, 1300, кажется, проповедей в храме по полчаса примерно, в среднем так, 25 минут. А остальное, ну и не записано дальше. И посмотрим, что из этого мы потеряли. Как это найти и можно ли было этого не терять. Ревизия в этом и заключается, чтобы проверить наличие того, что нам дано. Ревизия наводит сравнение, справку с тем, что должно быть и что есть. И подводит итог к тому, чего нет. А потом уже ищет виновных причин и все остальное. Многие люди потеряли жизнь при ревизии. Обнаружены были большие недостачи, кражи. Они после этого закончили жизнь самоубийством. Или посадили их, или еще что-то, или еще что-то. Так вот, сегодня мы и посмотрим, что у нас самое главное. Когда человек был сотворен в раю бессмертным, то главное его наследие было сокровище, жизнь, а место обитания рай. И древо жизни, через которое продлялась его жизнь. Он все время подпитался как бы особой силой. Энергия давалась ему. Он был бессмертным, вкуша от этого дерева. Поэтому после согрешения Бог Господь поставил там Херувима с пламенным мечом, чтобы не допускать человека до древа жизни. И чтобы человек грешно не поддерживал силой бессмертия грешное существо свое. Что еще было у Адама? Бесплатное питание. Далее спокойный сон. Не было страха. И еще все звери и птицы были ему друзья. Это все, что он имел в раю. И на первом месте общение с Богом, прямой разговор с Богом, собеседование. Однажды случилась беда, и человек все это потерял. Потерял только потому, что не поверил Богу, а поверил змею, то есть дьяволу, который вошел в змея. Потеряв это, человечество стало искать пути возврата. Путь был длинный, иногда шли ложными путями, намечали какие-то планы, пытались их выполнить. И говорили, что в конце будет обещанное, долгожданное или светлое будущее. Или возврат к истокам духовности, национально-религиозное. Мы по пунктам этим сегодня пройдемся. Если что-то я упущу, вы сами подобавите для себя. Скажете, а у меня вот это должно было быть, а этого нету. А вот это у меня было, а теперь нет. Вы знаете, что рождается мальчик или девочка. Если случается что-то иное, то это ненормальное явление. Но резко выраженный пол. Не резко выраженный пол. И все спрашивают, ну кто родился, сын или дочь? Если бывает, что не сын, не дочь, как Пушкин пишет, тогда начинаются разговоры. Мы говорим пока о нормальном явлении, но люди иногда теряют то, что дано при рождении. Береги честь с молоду, а платье с нову. Эпиграф капитанской дочки взял Пушкин. Давайте посмотрим с вами сейчас. Первое. То есть проревизировать себя, ревизировать. Вот давайте, посмотрите, не просто занятия. Здесь глубокие будут размышления и работа дана. Потеря веры в Бога. Это самое главное, что потерял Адам. Человечество идет к этому тысячелетия, к вере в Бога. И очень часто уходит в ложном направлении. Возьмите более 800 миллионов мусульман. 800. Два миллиарда. Примерно столько же католиков, хотя это христиане. Боже, больше миллиарда. Сколько протестантов? Это около 200 с лишним миллионов. Да полмиллиарда уже. Я беру пример мировой религии. Иудаизм. Это минимум 14 миллионов евреев. И они идут совершенно ложным путем. Верят, что Мессия должен прийти. А тот, который пришел, это был обмайщик. Мы правильно распяли его и убили его. А вот придет другой, который сядет в Соломоновом храме, даст им власть над всеми народами. Иоанна 5, 43. Я пришел в имя Отца Моего, и не признимайте меня. А если иной придет, во имя свое его примите. Это все о вере. Потеря веры, это означает принять надо было Христа. Поверили дьяволу. Дьявол начал водить человека в потопе уныния, по болоту ложным путем. Потерянный возвращенный рай. Джона Буньяна прочтите обязательно. Это была настольная книга поэта нашего Пушкина. И вот мы у себя ревизии проводим и видим. Да, с верой неблагополучно. Настоящей веры в Бога нет. А если есть вера теперь, в этой вере христианской еще столько толков, течений. Во что ты веришь? Даже православие настолько толков разбилось. Старобрячество, 48 названий. Наименования беспоповцев только у нас в стране. Часовины, поморские и других, как их только нет. Голбежники, дырники, тополевцы. Тополевцы. Тополевцы, лучинники. У них так. Если дырки нет, пути на улицу. То молиться уже нельзя. Обязательно нужно порубить, чтобы была дырка. Другие молятся только в голбце. Залезьте в погреб. То есть, очень и очень разные пути в поисках. Это замена веры в Бога. Дьявол подставляет на первое место самого себя. Иногда в завуалированном виде каких-то вождей, людей. Я сегодня дам только наметки. Потому что это тема для отдельных занятий. Каждая по отдельности. О вере в Бога. Правильно ли мы верим во Святую Троицу? И веруем, что в этой вере должно быть? Сами себя ревизируйте, проверяйте, посмотрите. Дал Бог нам жизнь вечную. Мы ее потеряли. Потеряли, не можем обрести. Иоанна 3.36 Верующих в Сына имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. А далее говорится, что вера без дел мертва. Ревизируй себя, посмотри, знаешь ли ты хотя бы путь. Как одному верующему христианину его оппонент говорит. Ну что вот у тебя Сын неверующий, а ты верующий? А неверующий Сын у меня, какая разница? Сын и у меня, какая разница? А этот ему отвечает. Во время беды мой Сын знает, куда обратиться, а твой не знает. Пока он у меня неверующий, пока он психиатр в городской больнице. Это реально я говорю о людях. Дети из верующей семьи, в общем, плохие растут дети. Я убеждаюсь, самые плохие дети у нас, это дети из верующих семей. Из неверующих, если, то с ними легче заниматься. Здоровье. Это давно было в достатке нашим прародителям, но мы потеряли его. Очень многое вытеряно, и люди снова на ощупь придут и ищут. В Южной Америке лечат насекомыми. Как их пальцами держать, от дрожания шмеля что-то переходит на нервное окончание, влияет на нервную систему. Нарисована девушка, лежит на ниточке шмель, она рукой его держит. Из разных морков, шпакруш, из шеи, из дмут какие-то настойки делают. Иной говорят, предпочтет болеть, чем лечиться такими настойками. Здоровье было потеряно в раю, и оказывается, что очи просто возвращаются, по смеянию нашему искусству, нашей стерильности. Господь просто плюет. Кого плюет попал, тот, говорят, и епископ. Это я беру из отверженной диктора Георга. Просто помазал брением из пленовения. Ну это шарлатанство какое-то. Любой врач сегодня скажет, ты что, в самом деле не знаешь, как больницы чистятся, в каких халатиках ходят? Иногда такая точность бывает даже при изготовлении каких-то диодов. Пошел брак. Что за причина? Никто ничего не знает, а оказалось, что в соседнюю комнату пришла ассистентка, и у нее были покрашены ресницы. И от покрашенных ресниц попадали какие-то микроны, частицы, и шел брак. О, какая точность. Так было до тех пор, пока ее оттуда не вытурили. Вот такая стрельность сегодня. Это делали кодек, пленку для космических съемок. А Господь наоборот, просто сказал и сделалось, повелел и явилось зрение. Люди могут сегодня лечить бесноватых? Нет, не могут. Господь может на время заглушить что-то, могут, без из-за того другого перегнать. Сделав ревизию здоровья, мы можем найти даже причины, почему мы такие. Хотя нам дается некоторое утешение. Сам по себе человек не может беса изгнать, если изгоняют именем Господнем. Господь изгоняется. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, чтобы страдающий плотью перестает грешить. Главное вернуться в рай, а здоровье это уже вторично и понятие весьма относительное. Здоровых людей, как правило, почти и нет. Я, например, ни одного еще в жизни не встречал. Когда беседуешь с врачами, то они говорят, мы просто в школу понизили. Сейчас считаем, что ребенок здоровый. В школе раньше ему ставили тройку, вот, то теперь пятерку за это ставят и переводят через класс. А он дундук, пентюх, он ничего не понимает, так и с нашим здоровьем. Как мы можем бегать, подниматься на гору? Никак. Рыхлые сделались, излишний вес, слабое зрение, слабый слух, развалюха. А Господь обещает здравия, здравия и вечность. Когда не будет греха, болезни, смерть, это все подследствия греха. Сделаем эту ревизию и мы увидим, что обращаться к Богу нам не запрещено. 39 глава Сирахова. По надобности во враче иметь нужду можешь. Лука-евангелист был врач, воин Иснецкий. Архиепископ Лука тоже был врач. Были врачи, которыми пользовался Иоанн Златоуст. Притом, говорит, я искал лучших врачей, лучшие лекарства. Но все святые напоминали, перестань грешить. И когда человек исповедуется, то в первую очередь не о здоровье священник его спрашивает. Болит ли у тебя что-то еще? А кого ты осуждал, нарушал пост? Что ел зубами? Не танцевал ли? Не ходил ли на дурное дело? Не соблазнял ли? Господь, любя нас, старается грех отсечь. А это идет через болезнь. Когда здоровый орган, то он даже может и не задумываться о том, что это грешно. Была большая безопасность со всех сторон. Был окружен сад. Как он окружен? Ангелы, херувимы стояли. Как про них зме не понимаем, не знаем. Да она была безопасность. Безопасность от зверей. Сегодня опасность нас волнует. Каждый энцефалитный клещ, тифозная вошь, малярийный комар. Мы всего боимся. Мы махонькие такие, несчастные, незримые какие-то бациллы, какие-то лучи разжижают в человеке кровь, уничтожают красные кровяные тельца. И чего только нет. Все против человека. Какие-то колорадские жуки пожирают человека и все, что он делает. Все гибнет. Скотина, птица, какая-то моль, ржа, вор и все атакуют человека. У человека нет безопасности. Сегодня возврат возможен только через райскую обитель, когда человек вернется к Богу. Проведя телевизию, мы должны сказать, нас ничто не может защитить даже от корченских негодяев. Они могут нас поджечь. Они могут вытравить, украсть. Сотни опасностей. При том уничтожить поселок одним махом. Мы ложимся спать, и ни одного сторожа у нас нет. Вообще мы не знаем о всех грозящих нам опасностях. Они могут проникнуть, увезти скотину, могут зайти и вырезать всех, сделать с нами что угодно. Ну вот уже 10 лет, и удивительно, везде погибают десятки тысяч людей, теряются. Сказали, в стране потеряно за последнее время 50 тысяч человек без вести пропавших. Не уехали, просто пропали, нету. У нас, по милости Божьей, этого нет. Сколько тонут? Вот в Москве больше 100 человек, говорят, утонуло. На Алтай мы читали, сколько утонуло. У нас пока никто не утонул. Ну, конечно, какие-то меры безопасности сами принимаются. Мы принимаем, а главное это Господь. Если мы будем верующими, мы не будем нарушать эти правила. Сколько прохожу по деревне, вижу вчера и позавчера в дороге Вене. Один сидит и играет. Далеко в стороне Ося. Говорю, ну зачем посреди дороги? Говорено было, но пока не имет, не имется. А почему не могу достучаться до Жениной сердцевины? Чтобы ты праведник такой. Что ты праведник такой? Ты думаешь, что Херувим будет все время стоять на дороге? Почему? Пока ответ не получен. Беспечный Адам потерял Еву и потерял то, что Бог дал ему. Никому дела не было. Я гонял. Наконец, один ребенок погиб. Ужас какой. Посреди дороги ребятишки. Научите ходить их по тропинке, где коровы ходят сбоку. На дорогу не выходить. Велосипеды среди дороги бросают и на ночь там оставляют. Я вчера струкнул детишек с дороги и вижу, что бесполезно. Он даже не понимает, о чем говоришь. Не забывайте, мы смертные. Нас могут задавить. Ездят разные люди. Вчера на мотоциклах какие-то прогнали без шлемов. И они бывают пьяные. Это все последствия. Греха. Мы окружены врагами, поэтому нужно вести себя очень осторожно. Осторожно, значит молиться. После грехопадения муж познал жену. Появились дети. Дети наследия и сокровища. Как обращаемся с детьми? Брошены мощные силы государства на уничтожение детей, чтобы они не родились. Я специально принес сегодня газету. Газета называется парламентская газета. Есть вторая газета, российская газета. Читать страшно даже. Люди не могут достигнуть совершенства. И на уровне подсознания они пытаются сделаться более лучшими. Выправиться детей своих. Чтобы дочери были счастливее нас. В песнях поется. И сыновья были счастливее нас. А этого не получается, потому что без Бога. И поэтому все силы и старые. И пенсионеры бросают тогда на внуков. Детей упустили. И тогда они начинают внуков травить. Закармливать их шоколадками. А что еще хуже? А это еще хуже. А это еще хуже. Потому что они со строгостью к ним не подходят. Никогда их не наказывают. Не учат никакому почтению. А потворствуют. Все, что пожелает внук или внучка. Все можно у деда делать. Поэтому они рвутся к дедам, к бабкам. Это место погибели. Их туда так и затягивает. Поэтому я как-то сказал. Как рождается внук, стариков нужно ликвидировать. Сразу же. Убирать куда-то. Это самый зловредный элемент. Речь идет о неверующих. Куда-то их отдаляй. В другое место. Или как? Потому что старики своих драгоценных и ненаглядных внуков развращают. Проводя ревизию, мы видим, что наследие, данное Богом, и великий Божий дар – дети. И дети оказываются врагами. Родители или их убивают еще не родившихся. Или когда рождаются, они их куда попало – в детдомы, в детсады суют. Ребенок им не нужен. А потом дети мстят родителям. И мы видим, что и здесь потеряна дружественность, связь, любовь. Потеря за деть, потеря за потерей. Вслед за потерянным раем, выйдя из рая, ничего оттуда не вынесли, а вынесли только эгоизм. А эгоизм будет тебя только душить и душить. Далее стоит вопрос. Как только Бог изгнал человека из рая, стоит цель жизни, смысл жизни. Как жить? Вот с неверующим начни разговаривать. Для чего человек живет? Как Пушев сказал – живем, чтобы жить. Да разве это ответ – еду, еду, чтобы ехать. И только еда, еда, как у пенсионеров девиз – ись, ись, ись. И для чего еда дана? Еда дана, чтобы продлить жизнь. Но жизнь дана не для того, чтобы только есть. Все время сидеть, есть и есть. Только наворачиваться. Тихотворение. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтобы обрести спасение и всю ее Иисусу посвятить. И здесь, живя при жизненном хождении, в самом себе Христа отобразить. Смысл жизни? Земная жизнь встречает нас сурово, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Мы молимся, Христос на нас взирает. Он хочет просьбу нашу услыхать. Он хочет силы и здоровья дать нам, чтобы здесь, живя, Его напрославлять. И спроси, у многих ли это цель? Единственное верное. Для меня жизнь Христос, говорит апостол Павел, жизнь во Христе. В мире есть только одна личность, Христос. Испомнил ли ты это на себе или нет? Приведи эту ревизию. Или что-то другое. Перекрещусь, в храм схожу, на этом все закончилось. Далее все действия согласовывать надо с этим законом, который дал Бог. Когда ревизию проведешь в вопросе веры, а далее в принятии Иисуса Христа своим спасителем, то оказывается, впереди стоит очень много того, что заслоняет Христа. Особенно у нас, в православии. Я как-то выступал у адвентистов седьмого дня. Они нам говорят, вот у вас икон много, а это вас не отвлекает от Бога, когда вы молитесь? Я говорю, оно никак не может отвлекать, потому что мы не молимся. Мы стоим, только слушаем, что батюшка говорит. Молиться. Это внутренним человеком душою, полностью забывая земному, стремиться к Богу, прославить его. А у адвентистов окна низкие. Такие, такие. Низкие такие. И сидят они все время, оглядываются, в огород смотрят. Я говорю, их это не отвлекает? Вот наших отвлекает. Церкви окна очень узкие и очень высоко. Окна не отвлекают. Поэтому, если я посмотрел на икону, меня это отвлекает. Но отвлекает не столько, как если я увижу соседку, как она дерется с мужем. Все-таки посмотрел на лик Божий, как он нарисован, это уже другое дело. Но как жить? Жить во Христе по заповедям, по Евангелию. Да, как живут окрестные народы. Это тоже нужно исследовать, искать самое лучшее. Берем тогда старые книги, тоже нужно смотреть и все подряд глотать. Сходится со Словом Божиим или нет? Проведите ревизию своих библиотек. Вы увидите, сколько там ненужного. Мне приходилось несколько библиотек уничтожать. Я рублю ее на три части. Первая. Крайне необходимая, духовная. Вторая. Безразличная. Ее можно сдать, а можно оставить. И третья, которая подлежит уничтожению. Руссо, Вольтер, Ленин. Это все можно уничтожать запросто. Всякая бесовщина. Все Дарвины, это вещи, а вообще ненужные. Захламляют комнату и душу. Провести нужно ревизию вещей. На Африканском континенте проводят так называемые огненные служения. Ненужные вещи выносят и сжигают. Но мы не настолько богаты, чтобы сжигать. Я говорю о тех вещах, которые вообще ненужные. Вот возьмите, иногда из хрусталя ставят всякие стопочки. Рюмочки. Да еще зеркально отражаются и увеличивают количество в два или бесконечное число раз. И до того они рады, это считается нормальной обстановкой. Обстановка хорошая. Чехословацкая стенка. Я говорю, стенку расшився и глупости натащил. Да уничтожь. По крайней мере тысяч на пять мерзости меньше будет. Тебе это совсем не надо. Словом сказать, я просил вас потерявки. Со своими-то я занимаюсь, с барнаульскими. Не пейте вина. Ни водки, ничего. Ни пива не пейте. Не пей вина, сынок. Не пей. Не пей, сынок. Не пей. Вспомни, как отец твой в драке от ножа погиб. Не пей, сынок. Ты вспомни, как брат твой пьяный не дошел до дому. Не пей, сынок. Не пей. Он на стройку народного хозяйства едет. И мать один только наказ дает. Не пей, сынок. Не пей. Я посмотрел сейчас. Была свадьба. Как деревенские сидят. Не наши. Деревенские бутылки берут и разливают. Второй раз берут. И как настоящие тамада украинские или грузинские. Зачем вам это нужно? Поставлено на стол не для тебя. Хотя мы православные. Нам не запрещено вину пить. Есть неверующие родители, приехали. Поставьте для них. А вы не трожьте. Нет, не успокоится, пока не выжжует. Все. Берет один раз, в другой раз наливает. Выпили. Тут же берет, опять наливает. Ну давай чокнемся. Чокнулся, стал дураком, лишился разума, говорят. Поговорка такая в народе. Слово чокнулся, куда относятся? Ну зачем тебе это нужно? Это у нас, которые были такие, я заметил один раз. Они все выехали, их нету. Гляжу, уже бутылка пустая. Уже глаза косят на соседнюю бутылку. И сказать неудобно. И за рта вроде бы как выхватываешь. Как попало едят. Такое вкусное. Все это надкусывает, бросает. Ну что же вы так ожадовали? Ожадовали, так. Ожадовали, так. Слово жадность. Не мое это дело, как бы все же и мое. Не хочу быть сквозняком, который пролетел, ни за что не зацепился. Не прикасайтесь к бутылке. И вы знаете, кто это делает? Они пьют с неверующими. Ваши жители потерявки. С неверующими рассчитываются водкой. Пьют в доме. Это все нарушение устава. Вы такой, нашел, я узнал. Здесь так же, так уже запросто. Вальяж наберут, наливают раз, другой. Теперь я начинаю называть. Миша, не прикасайся ни к стакану, ни к вину губами. Обойдешься. Ум приобретается так тяжело, так трудно. Потерять его можешь очень быстро. В течение одного часа ничего не останется. Уползешь ты на четвереньках. Натворишь дела, за которые ты будешь за решеткой сидеть. Да и хорошо ли, сын Божий, дитя Всевышнего и сидит? Чем занимается? Спроси, для чего пьешь? Он же не ответит, этот человек. Так вот, что интересно. Этот самый Миша Никитин, Михаил Витальевич. Ему надо было шифер. А у меня шифер куплен для лагеря был. Ему нужен цемент. У меня цемент купленный. И деньги нужны. В этот момент у меня все это оказалось. Он пришел, никто в деревню больше не дал, никого нет. У меня есть миллионер. Я ему даю, я говорю, давай только составим договор. Пока ты не рассчитаешься, так же привезешь, шифер положишь. До этого времени в рот не возьмешь ничего алкогольного. Но он, говорится, в торопях-то подписал. Расписалась жена. Пошли к священнику, его друг с кем выпивает. Пошли на другую сторону улицы. Все расписались. Проходит время, год-два не может рассчитаться, выпить нельзя. Ну тут у одного нашего была свадьба. И он приехал, а водки-то нет. Я говорю, ну и как? Да какая это свадьба? Поговорить нельзя. Как поговорить? То есть выпить, тогда у него язык будет развязан. Так. Я радуюсь и без вина уже 40 лет. Мне ни грамма не нужно для радости. Спирт новый я не беру в рот вообще ничего. И никак. А у тебя что, радости нет? У нас радости очень много. Наша радость от общения с Богом, от молитв, от чтения Слова Божьего, от общения друг с другом, что делимся талантами, любя друг друга. Не пейте. Вас прошу много раз. Удержите себя, удерживайте священников. Со все в рот не бери ни грамма. Я полностью за сухой закон. Не говорю, что грех. Повторяю это, чтобы меня не в ереси не обвинили. Пусть лучше обвинять меня в ереси, но я против того, чтобы верующие брали в руки что-то алкогольное. Даже мне лично неприятно смотреть вот на это. Тогда и разговаривать не о чем. Так говорят о свадьбе. Если ему не удалось что-то горячительное заглотнуть. Зажечься на разговоры. Что говорит-то о чем? Вижу, что думаю только о том, чтобы только не свалиться. Скорее ушел домой в пивок. Второй раз пришли после обеда порадоваться на торжестве. От этих людей уже никого не было. Они уже наглотались и больше не приходят. Но что вы, как удавы дикие. От великой беды избавитесь. Если будете молиться. И будете знать о чем молиться. Проведите ревизию. Может сами склонны к этому. Слушайте ли вы мои нерадивые и ленивые? Они сидят, слушают. Это я занятия веду. Потеряевки. Родители дают даже малым детям своим. Ну ладно, пусть будет лимонад. Но пусть они чокнутся. Маленькая там пивка. Ну подумаешь, там 10-летний ребенок. Он же не напьется пьяный. Напьется. А дальше идет наркомания. Я считаю, чай, какао, кофе нужно тоже истребить. Это слабые наркотики. Далее люди потеряли прямое и живое общение с Богом. И Господь стал говорить о пророках. Вначале устно. Они это слово возвещали другим. Тут же сразу появляются лжепророки. И в народе говорили, были пророки, которые ввели пагубные ереси. Это было. И наконец, по великой милости всемогущего Бога, что было в раю? Это живое общение. Устно стали много людей путать, извращать. Тогда Бог дал людям письменность. Писанный закон. Скрижали каменные. Как это было написано? Есть такой фильм. Показывает, что как бы изливается струей мощный лазер. Выжигает на скале буквы и течет поплавленный камень. Но мы не знаем, как это было. А все-таки интересно. А потом Бог дал через раба своего Божьего человека Моисея закон писанный. Называется Пятикнижие Моисея. И сразу сказано было, какой счастливый это и великий народ. Он имеет посох жизни. Древо жизни. Он имеет основание. Светильник, к которому обращаются люди. Когда находятся в затрудительном положении. В темном месте. Погромче. А то не слышно будет. И они старались этот светильник возжигать постоянно. И чтобы написано было из закона. Пусть и отрывочно, но главное было известно. Второзаконие. Четвертая глава. И на рукавах, и на косяках об этом законе беседовали. Сидя за столом и шествия по пути. Дано слово Божие. И дьявол сразу же стал извращать все. И свое оставить на первое место. А на первом месте Бог должен быть. На первом месте мысль Божия. То, что нам Бог говорит. Вот что должно быть. И дьявол стал все сразу закрывать. Возьмите не древний Израиль, а нынешний новый Израиль. То есть мы христиане на первом месте у нас Библия. Если на первом месте и есть у кого, но только не у католиков, только не у православных. У баптистов да, у адвентистов, у яговистов, у еретиков, у сектантов да, у православных нет. Что угодно. Богослужение уставное, требы, иконы, крестные ходы, сходить на исповедь, причаститься. Вот это на первом месте. А на первом месте должна быть Библия. Как Мартин Лютер говорил, в мире есть одна книга Библии и одна личность Христос. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Говорит разлатоуст. Чего нет в Библии? А откуда я знаю, чего там нет? А ты должен знать, что там есть. И тогда легко вычислишь. Если это сейчас потребуется, чего там нет? Только заговорили, а ты бы сразу и сказал, нет в Библии, этого нет. На эту тему мы не разговариваем. Итак, нам дан путеводитель. Светильник, и мы его отвергли. Погасили, и это сделали священники, это сделали архиереи. Они легко пошли на это. Не просто ненависть, а дикая страшная ненависть к православию, к Слову Божию. Образец профессор Павский. Один из переводчиков Ветхого Завета. Профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии, где учат о священниках. Он переводит Ветхий Завет на русский язык для лучшего разумения. И сумели налитографировать пятьсот экземпляров. И начальство узнало. Немедленно все изъяли и сожгли. А на него наложили санкцию, наказание. И это не когда-то, а в прошлом столетии. Да какая же она, Русь, могла быть святая, без Слова Божия? Могла ли она быть святой? Да если Слова Божия святого нет? Мартин Лютер, придя в Рим, нашел Библию, прикованную на цепи. Чтобы никто ее не взял. Там где-то в библиотеке. Что угодно можно найти, но только не Библию. Переводов в Библию около двух с лишним тысяч сейчас. Я не знаю, сколько за последние годы переводов сделано. Я знаю, 2036 было несколько лет назад. Каждые две недели появляется новый перевод. Да ну это все для того, чтобы все люди и малые народности познали волю Божию. Давайте проведем ревизию. Какая книга у нас самая главная? И когда читаем другую книгу, газету, то можем мы сравнить, слово это Божие или нет. По слову ли Божие подтверждает оно или нет. Политические выступления, события в мире, мы все это должны порассеять в свете Библии. Смотреть, проводить ревизию. Вот у нас устав. Каждое слово подтверждается Словом Божиим. Если не из Слова Божие, то из какого-либо собора о том, чтобы пояс носить, в это 103 место в Библии только сказано, написано. Пояс должен быть на человеке. А что пояса не надо, этого нигде нет. Что бороду не надо брить, такое мы находим. Что брить, такого нигде нет. У нас все имеет обоснование. А у людей, которые называются православными, вообще ссылки на Библию нет. В книгах православных ссылки делают на Библию, а в жизни нет. В книгах очень много ссылается. В каждой проповеди Иоанна Златоуста примерно 70 ссылок на Библию. Как он ее мог знать, когда не было ни глав, ни стихов, понять не могу. У меня симфония. Я по симфонии не нахожу нужное место. Да еще по компьютеру легко найти. Я думаю, что Библию все-таки немножко я прочитал. И очень удивляюсь знанию святыми отцами, особенно с Златоустом Библией. Он ни на шаг никуда не захотел. Не хотел. Не хотел без Библии. Не разговаривать, не везти куда-то. Ничего. Посмотри, вот современные проповедники. Где они чего берут, откуда, что видели, где нашли, кто вам это дал. Проводите ревизию языка своего. Что говорим? Мы потеряли Библию. Мы практически потеряли спасение. Потеряли внутреннюю связь с Богом. Мы потеряли национальное чувство. Что мы русские люди, нам верено православие. А мы потеряли, кинулись в разные секты, кришнаитство, минонитство и каких только нет названий сект. Верование мормонов, всякая беда приползла на Россию. Потому что мы потеряли веру, мы заблудились. Пророков нет. Бельчая, не в силах их создать ничтожная среда. Есть только хищников, не дремлющая стая. Да пошлость гнусная, да мелкая вражда. В нашей среде не может создать пророков. Настоящие проповедники рождаются там, где истина, где Слово Божие. А проповедовать о чем-то, говорить о том, что не сходится с Библией, да лучше бы ты ничего не умел. Прекрасные ораторы. Керенский, Фидель Кастро. Много таких людей было. Ленин умел говорить. Ульянов. А о чем? Ни одного божественного слова, ни одного призыва к покаянию. Когда люди отступились от Бога, сбились с пути, то стали искать руководство в земных талантах. Дайте нам хорошего царя. Пришли к Самуилу, пророку, говорит именем Божьим. Не нравится. Дай нам царя, как у других народов, чтобы у нас был президент. Даст Господь президента. Он отговаривал их. Не нужно вам это. И он говорит, у него будут права такие. Он будет в армии набирать молодежь. Девушки будут работать. А налог будет высчитывать. Это все на армию пойдет. Это все бюджетники будут. Далее. Вот это и будет. Хорошо, мы согласны. И люди будут гибнуть на фронте. Согласны только, чтобы у нас был царь, как у всех народов. Он высказывает, притом самое страшное. Наконец говорит, что он против нас, вас пойдет. Даже будет так, что он не будет слушать вашего голоса. Все равно сделайте нам царя. Он дал им царя и дал им самого хорошего. И он превратился в такого, с такими качествами, о каких предупреждал их пророк Самуил. Вы хотели царя? Я лично считаю, что лучше, чем царь Николай II из дома Романовых и последний царь России не было. Но как царь он никудышный был. Совершенно никудышный, безвольный. Ему советовали, когда пришел 1995 год, 50 тысяч повесить этих февралистов. И все. Лет 200 слов революция даже и поминаться не будет. А он говорит, нет, лучше я погибну. Какой же это царь? Царь должен продавлять жестокую рукою. Железный коммунизм гнать. Он же этого не делал. А еще даже предложил свою кандидатуру на патриарха. Он сознавал в себе что-то духовного. Зачем он себе предлагал? Когда он сказал об этом, митрополиты стояли и переглядывались. И никто не ответил. И он, говорят, опустил голову и вышел. Готовилось патриаршество. Принятие. И он предлагал свою кандидатуру. Мы потеряли царя. Делаем ревизию. Начиная с 1917 года. Что лучше стало после царя? Что лучше стало после царя? Что лучше стало после царя, да. Нет, не лучше. Да ничего похожего до коммунистов на земле не было. Усатый буталинщик, как говорит Солженицын, 29 лет вправлял нам мозги. Сталин, кремлевский горец, научились. Каких только не было правителей. Вот куда мы пришли. Такие мы и есть. Какими бы мы были, если бы мы жили при царе-батюшке. Мы даже и знать не знаем. Но вот такие дети-сироты, покинутые нации. Мы остались без царя в голове. Вот сама беда-то где? Бог дал человеку разум. Не только веру, но и разум. Первый коринфянам. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Что мы с разумом своим сделали? Вот дети учатся здесь. Устав не могут прочитать. Шестой, седьмой класс. А читать не могут. Есть некоторые читают, а остальные не могут читать. Совершенно не могут. Читать не умеют. И читать не умеют. И пересказать не могут. Приходим, посмотрели фильм. Ни один не может рассказать. Единственный, кто рассказывал, это Никита Яковлев. Стоят друг на друга, расприглядываются и все. Пых-пых. Вот так стреляют. Не могут пересказать суть. Самая фабула была вскрыта от них. Дети скудоумные, дети неразвитые. Как манкурты какие. Что бы они ни сделали плохого, никогда не сознается. Захвати его, припер. Тогда только сознается. Как что сделал, так сразу прячется. А я видел, что это ты сделал. Нет. Тогда уже вплотную подходишь и в десять раз заложь наказание. Повел его на наказание. Так было? Да, так. Перед всем строем прошу. Стою, умоляю. Ну выйди, скажи хоть одно слово. Хотя бы одно слово скажи. Что да, я виноват. Да, матерился. Девочку обматерил. Скажи ты, сознаешься. Было, видели. Приходят свидетели. Семь человек свидетелей. Стоит вот этот, речь о нем идет. Материться же? Нет. То есть он тут же сидит на занятиях и я показываю. Повторяю, ложь увеличивает наказание в десять раз. Говорю ему, что он допустил постигновение на личность человека. Если сознаешься, то будет тебе только семь горящих. Теперь семьдесят будет. Каждый день будем тебя пороть. Завожу пороть? Да, я ругался. Я тебя убеждаю, уже пять-десять минут стою перед тобой. Но почему ты не соглашаешься сознаться? Следующая такая же из верующей семьи. Притом причащаются дети. Что родители не знают детей своих? Обезумели? Что мы потеряли? Потеряли будущее. Потеряли в детях. В них одна сплошная ложь. Кусок хлеба над под ногами сегодня. В туалете выдашли кусочек. Кто сделал? Всех перебери. Никогда ни один не сознается. И деревенские же к нам приходят бросать. И сколько ни бился, ни разу не сознались. Стоят глазами, лупают и все. Бессовестные, бессовестные дети. Абсолютно бессовестные. Интересно. Пишет Достоевский. А когда жил-то? Десятилетняя и уже развратная. Точка. Десятилетняя и уже развратная. Никакой. Даже в зачатке совести нет. И только одно желание у них. Ничего не делание. Как только отвернулся, он опять встал с толпушком и стоит. Неужели тебе интереснее стоять, чем марину брать? На малину же пришли. Встал опять и стоит. Травинку перебирает. Почему не берешь малину в рот? В кружечку. Сделай-ка ревизию. Разум отвергли. Против разума поднялось все. Наркомания, пьянство, табак, массовая лжекультура. Огромные средства перекачиваются из-за границы. Наркотики, наркодельцы, вино, водка. И у нас здесь на свадьбах любят разливать. В следующий раз я буду просить их, чтобы их любителей вообще не пускать и не приглашать. Они развращают народ здесь. Они любят разливать. Я этого не хочу. У нас подрастает новое поколение. Ну позаботьтесь вы о детях. Какой вы пример даете? Я спрашиваю, зачем ты пьешь? Ты не можешь ответить. Значит, оно тебе не нужно. Я могу сказать, для чего я ем. Мне нужна энергия и сила. Для чего ты пьешь? Ты знаешь, что вино бьет по мозгам? Мусульмане 800 миллионов. 2 миллиарда. 1300 лет. Ни один не выпил. Ты посмотри, какие они крепкие. Один чеченец вот этих перемолотит. Как в шеи в прожарке. Любой цыган более разлив, чем наши дети. Нация отжила. У нас сегодня лозунг в лагере. Стани. Я говорю громко. Россия должна встать. Дети же хором отвечают. Россия это мы. Вот это Россия. Это мы и есть. А она вся такая Россия. У меня дети не худшие, чем в других местах. Не худшие. Тем более, что я каждый день с ними занимаюсь. И такое страшное высокоумие себе. Ребенок. Вот он говорит о себе. А ему 8 лет. Я страшно умный. Так и говорит. А ничегошники не умеют делать. Крючком загнется, ходят вот так. Что, родители не видят этого? Они потеряли будущее. Будущее своих детей. Потеряли все способы воспитания. Ни одного способа нет. Сплошная потеря. Потеряли разум. Потеряли детей. Потеряли национальные чувства. Потеряли стыд. Дети очень бесстыдные. Всякие анекдоты рассказывают похабные. А этот ребенок знает то, что я в 20 лет еще не знал. В 20 лет я еще даже к девочке, девчонке не подошел. Не знал, боялся. А этот, стыд девчонка, он пробегает и ее прямо за грудь хватает. Здесь же. Руки отрубить надо. Это нахал. Это блудники десятилетники, писал Достоевский. Десятилетние развратники. Десятилетние и уже развратные. Я смотрю, вот из деревни к нам приходят ребята. У нас в лагере девчонки хорошие. Их видно. Они смазливенькие приехали. А эти Вовки, Ваньки придут и ни слова не могут сказать. Ни разговора, ничего нет. Ребята из деревни придут, как пеньки сидят. Им ничего не надо. Не того, чтобы бегать, играть. Ну и подавай обязательно только лапать, хватать, давить. Запретил это. Он сел тогда и час, два, три не может с места сдвинуться. И больше ничего нет. Уровень манкурта. Зомби, животного. Вы что, не видите этого? Не надо ревизию делать, но пересмотри. И скажи, а можно ли что-то сделать? Да, можно. Ведите строгую дисциплину. Где нет дисциплины, там нет ничего. Один разврат. Родители разве этого не видят? Они же не комета. Не сегодня же пришел, родился. Притом в глаза смотрят невинный ангельский взгляд. Это такие лицедеи, такие лицемеры. У меня девочка в лагере. Мать у нее в элитном лагере. Там 80 детей богатых, знатных. Там зарубежные. Все на час туда везут. И как там жертвы? Там такие диваны. Они с грязными ногами. Спрашиваю, а как они с матерками? Да никак. Все матерятся и все. 80 детей. И за два дня продавщица наторговывает 2800 рублей. Это они только дополнительно покупают себе. Сникерсы еще что-то подъедают. А выбрасывают сколько? Там такие окорока. Зажравшиеся дети. Это хорошие дети. Врач там, учитель, педагог. Заслуженный врач Российской Федерации. Говорю, она-то знает, что делается в этом элитном лагере. А она все знает. Только до 4 часов. Дальше полная свобода. Дети ложатся спать утром. 4 часа. Я прихожу, там 12-летний мальчик с девочкой. Ну вы это, это видите или не видите? Мы потеряли все. А у мусульман есть это? Даже не слышали про это. Поэтому они смотрят на нас, как на диких зверей. Кабанов, свиней. А мы должны сказать, да, мы такие. Мы такие и есть. Проведем ревизию в этом вопросе. Посмотрим и подвинем хотя бы до уровня мусульман. У них что, пьют? Алкогольное питье это кровь черта. Называется водка, вино, кровь шайтана. Шайтан это черт у них. Все смертная казнь. Наркотик принимают. Поймали 50 человек. Всех казнили. А исключения никому, ни сыну шаха не будет. Сыну царя нет никакой пощады. А у нас неподсудный центральный комитет. Что угодно. Потому и вытворяет. Как писал Пушкин. Бес нас водит, видно. И кружит по сторонам. И кружит по сторонам. Мы потеряли доверие друг к другу. Почему? Потому что они неоднократно обманывали нас. Если верю к кому. К примеру, брат сидит у меня. Я ему верю. Вот брат второй, третий. Бог дал мне счастье иметь братьев этих. Я им верю. Но если я дал в долг и не могу вернуть. То в другой раз верить не будешь ему. А их занятий этих людей нет. Они не нуждаются. Я ему нигде не могу доверить ничего. Почему? Он живет только для себя. Для своей выгоды. А мог бы он по-другому. С сегодняшнего дня. Прямо сейчас. Ему это не нужно. И кто в тот дом пришел, тот заблокирован. Здесь тоже никогда не будет. Есть дома, которые называют дом отрава. Дом Клоака. Как отхожее место. И кого бы туда ни втянуло, сразу начинают отравлять его. И они против лагеря травят. Кто приезжает. А дети, которые к ним приезжают. Как от Миши Бурякова с Ириной. Они по деревне бродят, беспризорные, как будто никому не нужные. А потом тайно приходят покачаться на качелях у нас, поиграть. Проведи ревизию и спроси, для чего я это делаю. Какие мы силы здесь полагаем. Ты один раз приди, посмотри, как дети здесь обедают. Какой стройный порядок. Да, они, наши дети лагерные, намного лучше ведут себя в церкви, чем ваши ребятишки. Делай поправку на то, что дети в лагере, это дети с улицы, из неверующих семей. Вы же деревенские, не можете ничего сделать, потому что сами за собой не смотрите. Далее, потерянная молитва. Молитва, это разговор с Богом. Молитва потеряна. Проверь свою молитву, проведи ее ревизию. С чего она начинается. Или отбарабанить из десяти молитв, или одну молитву и кувыркнуться спать. Или еще что-то. Немножко, хоть чуть-чуть проверь себя, проведи ревизию. Потеряна или нет прямая связь с Богом молитва. Она давно-давно ушла уже, а может быть и нет ее. Есть чувство богоотставленности. У старца Силуана написано об этом. Господь говорит откровение. Ну, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Но сначала нужно было иметь, что потом можно было оставить. Чтобы ощутить богоотставленность, нужно иметь приближенность к Богу. Тогда только можешь ты понять, как худо быть бедным, если ты был богатым. А если ты бедняк, ты запрограммирована нищетой непролазную. У тебя разницы никакой нет, как жить. И если у тебя даже велосипеда нет, то тебе и нужды нет. Наелся все равно где-нибудь. У девушек потеряна невинность. По Ветхому Завету, если она не девушка до завужества, то ее нужно убить, чтобы от нее не плодились подобные развратницы. Специально в олеологии даже преподают лучшие способы безопасного секса. Специально сегодня в России целые группы юноши попадают в сатанисты. Сатанисты поклонения злу. Простая газета, купи-продай. Как они втягивают этих юношей? Вот такой приходит к матери и говорит, я готов с тобой творить секс. С матерью. Зла нет, утверждают сатанисты. И более слабые должны умереть. А это на пустом месте? Потеряли веру в Бога. Сатана стоит рядом. Он обязательно бросает все силы, чтобы заполнить этот вакуум в пустоту. Дошли. Сумели дойти до этого. Так потеряно у нас настоящее искусство. Но когда читаю стихи, которые расхвалят в печати, которые получают какие-то премии, я удивляюсь. Пустота. Полная пустота. Ничего нет. Ни о чем. Писать. Ни о чем писать. Переживаний нет. Внутри пустота. Многие. Там ниже. Музыка. Настоящую музыку найдите сегодня. Включай радио. Сразу же тут же быстрее выключай. Чтобы не отравиться. Настоящую музыку слышал когда-нибудь? Ну если ты знаешь, что такое бах. Послушай. Есть у Чайковского. Есть у Бетховена. Пятая симфония. Послушай, что такое музыка. Мы потеряли в искусстве всю настоящую поэзию. Настоящие книги. Рассказы, которые двигали человека вперед. Ищем мы это. Да нужды нет. А почему? Да я, говорит, все равно ничего не читаю. Да я дам сейчас ему что-нибудь прочитать. Он ничего не прочитает. А он закончил 9 классов. И ты не поймешь, о чем он мычать будет. Я вам сейчас на практике покажу. Даже далеко не ходя. Мы потеряли сладостный сон. Настоящий нормальный сон. Который освежает силы. Люди борются с бессонницей. Специально какие-то таблетки принимают. Способы избавиться от бессонницы. Напрасно вы рано встаете. Поздно просиживаете. Идите хлеб печали. Тогда как возлюбленному своему он дает сон. Бог любит человека. И ему дает сон. А некоторые специально борются против сна. Держат специально маленькую собачонку. Она среди ночи тявкает. Другим не дает спать. Грех на душу берете. Бог дал освежающий сон, чтобы утром человек мог выйти на работу свой до вечера. Мы потеряли уважение друг к другу. Фактически ты берешь барабан какой-то. Или ходишь к окну ко мне. И стучишь и спать не даешь. Какая разница. Лает собака или ты кричишь. Слышно это. Тебе нужно держать ее под кроватью. И держи ее в подполе. Пусть она тебя там воет. И вы этого ничего не видите. Единственное, кто может нарушать тишину ночи, это петух. Это ему положено. Он на улице не будет. Его сова скушает. Он будет петь только для себя. Вам говорю, вы для себя берите, жители здешние. Я сегодня еще пойду, проведу ревизию по деревне. Кое-где наведу порядок. Мне лично сегодня пришлось во втором часу ночи только заснуть из-за лая собак. Я на улице сплю. Тринадцать лет работал сторожем. И где маленький шорох, я уже проснулся. Сна нет. Лежу, думаю, помолился. Нет, ничего не сделаешь. Бери как святой Иоаннике дубины и учи собак молчать по ночам. Были собаки в окрестности. Он взял дубину и пошел всех собак благословлять на молчании. До одной побил и все, полная тишина. Я сейчас помолюсь о том Иоаннике и пойду колотить собак, а потом буду отвечать. Как тогда у матушки. Изгнали брата и ее. И все закончилось. Пьянства никакого нет. Бунтовали, походили. Через это вся эта пена выплазла. И этот милиционер. Все, отрубили голову этой гидре. Все кончилось. Загнали опять в нору. Все сидят. И в каждом вопросе нужно так решительно действовать. Кто-то должен брать на себя ответственность. Я говорю, пройдет год. Все станет по-другому. Нанимала матушка всех пьяниц. Наконец, вмешались мы в это дело. Вы знаете, дело дошло сюда-сюда. Против меня там уголовное дело поднимали. И чем кончилось? Полная победа над клеветниками и сексотами. Я доверяю Богу. У меня великая вера в Бога. Великая непоклимимая вера. Сорок лет я верю. Я вмешался в это дело. И вы знаете, чем это закончилось? Полной стопроцентной победой. А там какие силы? Что было? Угрожала тут даже непреподобная матушка. Мы чеченца призовем, цыган. Мы с вами что сделаем? Вещал враг против нас. Бог срезал им головы. Всем нигде никого нет. Кто в могиле лежит? Кто сбежал отсюда и не знает где жить? Жену детей бросают. Ничего нет. Все окна заколочены. Никого нет. Вы доверьтесь Богу и спите спокойно. Бог дал людям после сотворения поддерживать жизнь едой. Еда шла в пользу. Так устроены были рецепторы на языке. Был аппетит. Пропал аппетит. Для аппетита надо выпить. А для аппетита нужно одно. Спокойно. Совесть и хорошо потрудиться. И есть в меру. И больше ничего не надо. И выйти из-за стола, когда еще хочется есть. Но сделайте ревизию. Что вас разбомбило на такую страсть-то? Вот он маленький стоит. И ну пузырь и пузырь. Утаили что? Поросенок маленький. Родители не видят, что у него 20 килограмм лишнего веса в 10 лет. Можно поручиться, что это уже инфарктник растет. Николай Михайлович, для чего вы это делаете? Ну проведите ревизию один раз. Он потерял нормальный человеческий вид. Опухшие глаза, выкатившиеся от жиру. У жирных людей они на выпучку. Псалом 72. Выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце. 72-й псалом говорит об этом. Вы что, не видите? Хотите, чтобы дети уродами были? Вот девочка, когда она сухой, посмотри, как она выглядит. Как свечка сияет. Вот он хулиган и видно, как он. Он как чеченец настоящий. Красивый, тонкий, звонкий, прозрачный. Там можно какую-то живую искру запустить в него. Бог созрел человека святым, безгрешным. И человек потерял святость и возврат только через Иисуса Христа. Через Спасителя мира. Который умирает за нас. Который обывает грехи наши в своей крови и причистое. Проведя ревизию, увидим, что мы грешны. А сколько же амбиций, что сказали на меня ты. Ты что, меня учишь? Слово-то связать не может. И обида. На каждом шагу обида. Почему у святых этой обиды не было? Они говорят, деньги платили за то, чтобы тебя обзывали, обижали. И этим ковали свой характер. Самое маленькое, что-то не так. Не по мне, не сходится. Не дохвалили. И, как говорят, в бутылку готов залезть. Это что такое? Свойственно ли это людям, святым? Хоть, говорит, горшком назови, только в печь не сажай. Какая тебе разница, что они о тебе думают, говорят. Далее. Бог еще в раю дал человеку родство с женою. Далее родственники, еще далее дальнее будет родство. Это у южных народов как-то сохраняется. А у нас самое близкое родство разрушено. Как батюшка постоянно говорит, когда поселялись, то я думал, что родные, близкие, братья, сестры, самая главная помощь будет. Все-таки трудно в новом месте новых людей приучать жить свято. Будет новый уста. Они ничего не имеют. Как евреи пришли из халдейского плена. Все свои привычки принесли сюда. И самые злейшие враги сделались именно родственники. Я неоднократно говорил, своим говорил, но неужели этот человек, вот он, сидит Игорь Барабаш, где дороже, чем родная сестра Евдокия или родной брат Павел. Но получается в жизни, что именно так. Они стали злейшие враги, а мы с ним, друзья, у нас вообще ничего не разлучает. Ни одного пункта разделяющего. Мне в нем все нравится. Вот это безалаберность у него. Там не загнуты гвозди. Бывает такое, но это такая мелочь, что и он сам этого не оправдывает. Все разбросано везде под ногами. Любой лезет, может забрать. Где-то шифер разгрузит на конце огорода, его утащит. Ты чего такой беспечный? Но это такой человек, но напротив, он нигде никак ни разу не возникал. Но почему вы, родственники, воюете против смертных боев? И чувство друженности потеряно. И они при этом считаются верующими и ходят в церковь. И причащаются. И батюшка не такой для них. Даже за священник его не признают. Но нашего ли батюшка не признавать за священника? Какого еще вам надо, лицемеры окаянные? Ну сделайте однажды ревизию в своей душе. Притрясите все. Вы уже пожинаете страшные плоды своего бензумства в детях. Вы прямо не можете смотреть. Потеряли все и мечутся, не зная куда залезть. Я хотел сказать, какие виды потерь Господь дает нам ощутить особенно. Особенно. Хотя эта тема у нас была. Я еще раз повторю. Иов 42.10. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Исайя 47 глава. Так, Пану прочитает, просто прочитает и отпустит. Передах я сейчас проведу вперед. Дальше. Это когда люди хвалятся и говорят, все при мне, враги не придут, дети при мне. Я их отмажу от службы в армии. Они знают, что погибли стыд у дверей. Потеря будет. Исайя 40 глаза. Дети, которые будут у тебя после потери прежней, будут говорить вслух тебе. Тесно для меня место. Уступи мне, чтобы я мог жить. Это Господь обещает выполнить потерю. Восполнить. Восполнить потерю, какая была у человека. Притом потеря страшная. Потерялись дети. Но опять народятся. Будут дети. Постепенно боль утихнет, как было у царя Давида. Второзаконного 2 глава. Говорит о потерянных вещах. Как поступать? Нашел, сразу отдай. А у нас так, потерялся платок, когда шли из кино. Все деревенские увидели, сцапали, потащили. Наши увидели, лежит велосипед на разъезде. Лагерные приперли сюда же. Ты нашел вещь, сразу ищущий хозяин этой вещи. Я сегодня второй раз объявляю. Открыл сарай, и в моем сарае курица снесла 5 яиц. Да крупные. Объявил, что ближе всего с этой стороны у меня Кирилла обитает. Но он говорит, нет у меня все 6 куриц. Кого спрашивать, чьи куры ко мне пришли? Но это не мои. У меня хозяйства такого нету. Я конечно возьму, сидят ребятишки. Мы должны самое малое, что найдем и сразу же искать, чье это. Мне интересно было слышать от одного человека, как он ездил в Финляндию. И писал о том, какие это данные собирал. И вот говорит, поехал. А кто-то стоял из мужиков. И он говорит, так ты туда едешь в лесничество? Показывают, к примеру, как в Вылково. Там, как только за ворота приедешь, такой ящик большой стоит. Ты туда положи посылку. Ты туда положи. Посылку посылают. Там у меня друг живет. Чевелихин Владимир. Писатель говорит. А там что, замок? Да нет, открыто там все. А кто-нибудь возьмет? Кто возьмет? На посылке же написано, что это другу моему. Тот подойдет, откроет, посмотрит. Что другому? Не ему. И что, никто не возьмет чужой? Да кто же возьмет? Там же написано. Вот видишь, написано. Я написал Ивану Петровичу. Понятно, какое понятие. Ты довези в ящик, положи. Так у нас почта работает. И люди приходят посторонние мимо. Идут, заглянут, переберут. О, это нам не мне. Пошли дальше. Но вообразите, что у нас, мы сейчас где-то около Моринского поставим ящик и напишем. Передайте Семену Сискову. Ну, маленько так прикиньте, что мы потеряли. Библия говорит, всякую потерянную вещь возврати хозяину. У нас здесь даже где-то чуть что. Смотришь уже, утащили. Второзаконие. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Господь говорит о людях, которые поступают неправильно, и которые не хотят себя знать. Это народ, который потерял рассудок. Слышите? Это о нас. Не может быть о нас. Да именно о нас, живущих потеряя в Кимаматовском районе, Алтайского края. Да, именно о нас. На 22 июля 2001 года говорится, Люди, потерявшие рассудок по всему. Я нигде не вижу, что вы поступали по разуму. Начинаем строить школу. Батюшке школа нужна или кому? Да, мы согласны. Приходит день, два. Батюшка говорит, никто не идет. Тогда начинали собирать. Не можешь? Деньги заплати. Там по 6 рублей за час. Мы на нем тут. Осип был, ребята, кто-то поможет, надо заплатить. Молодые ребята. Не дам и работать не буду. Но кое-как раскачал он эти несытые утробы. Это вашим же детям. А некоторые говорят, Мое какое дело? Я своих детей борнул ладам. Ой-ой-ой. Какое ненадежное воинство собралось здесь. Хочется кричать, Господи, разве их, чтобы праха их не было. И все начать с нуля. Не нужны эти люди здесь. Они кучкуются здесь по признакам бесовщины. Какие дома вы идете? С кем вы беседуете? Понимаете, что? Некоторые говорят, зачем вы пишете? Да так люди узнают, потеряю, в коем они не приедут. Их уже нет у этих людей. А вы думаете, так это просто? Люди-то приехали, которые знать не знали. Когда я, родной брат, туда не иду, ноги не ложу. Вы-то зачем туда идете? Вы что там потеряли? Вы же видите, люди осатанели и окончательно в хуле не истины. Зачем вы туда идете? Ну, остановитесь. И кое-как заложил батюшка там окна. И сейчас спрашивает, как печку-то делать? Печку придется мне делать. Могу, не могу, надо идти показывать, куда кирпич положить. Не мне надо это. У меня детей нет. Здесь учиться они не будут. Это вам нужно. Вы понимаете, это главные артерии, которые перерезали, когда закрыли поселки. Закрывали. Закрывали поселки. Значит, она должна быть главной, когда восстанавливается. Но у нас еще есть церковь. Если же батюшки сейчас не будет, ни один не шевельнется. Вы рассеете все. И что, строите, ничего не продадите? Это все на разбор пойдет. Вы что делаете? Вы рыбите сук, на котором сидите. Сегодня все обитаетесь. Приезжают к вам родственники, питаются, везут отсюда сливки. Это только начало. Здесь золотое дно. Здесь потерявки. А какая огромная перспектива. Здесь можно и пруды, и сады закладывать. Прилагай силы. А ведь вы ничего не делаете. Для себя только каждый. Есть общественные дела. Начинайте делать. Потеряли смысл, направление. От этого закон потерял силу. И суда правильного нет. Так как нечестивое одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Люди не хотят исполнять принятые решения. Нет исполнительной власти. Законодательное есть. За нарушение должно быть наказание. Обязательно. Но сейчас пастухи запустили скотину пшеницу. С нашего лагерного пастушонка Данилы 100 рублей взяли. А другой-то пастух, бывший на тот день, и не отдает по сегодняшний день деньги. Никита Михаил Петалевич. Почему в этот день не отдал деньги? В следующий раз приди. Еще несколько раз, еще скажи. Ну, говорит, а зачем принимали? Ну, вот тут приехал человек-то. Я его спасал от уголовного преследования. И его пистолетом убили человека. Какие люди-то приезжают-то? И он здесь все. А кто заложил? То есть, все вот это преступное в человеке было. Ну, трудись над ним. Ну, выехал, в другом месте теперь пьет. Барышники. Спекулянты. Необходимо отдать. Потому что не настаивайте на этом. Потому что потерял силу закон. Для вас и Библия по тому ничего не значит. Вы посмотрите на этих людей людей. Их на занятиях и нигде нет. Они нашли друг друга. Они сдружились в невежестве. Один раз ты не сходил на занятия, не очень заметно. Два раза не был, уже пробел. Три раза нет. Ты отстал. Четыре раза, да ты уже не пытаешься догнать. Дети, которые запустили учебу в первом классе, во втором они вообще ничего не понимают. В третьих можно перевести. Но они чужие. Для них знания недоступны. Его нужно возвращать только снова в первый класс. Чтобы он снова начал заниматься. Пусть он будет дубиной. Выше всех. Но он должен этот путь пройти. В духовных вопросах точно так же. Вам надо проходить все, что вы проходили на занятиях. А вы этого не проходили. Вы ничего не знаете. Один едет за 15 километров из села Корчино. Игорь Валентинович Глушков. Всю свою семью 6 детишек и мать с тещей возит. Каждое воскресенье на богослужение. И на занятия сюда потерявку. А другой за 15 шагов опаздывает. Или не приходит. Мы видим какое состояние. Какие они озлобленные. Будут им они жить в Потерявке. Как будто они завтра переедут или в Америку или в Грецию. Они так и думают. Так и получилось. Вы уехали в Америку и в Грецию. Они так и думают, что нам здесь не жить. Мы же так сказать не можем. Бог дал нам смысл. Мы верим, что устав имеет силу. Закон имеет силу. А от этого вашего отношения к закону, к уставу, закон потерял силу. Значит сила в законе. Не в убытках, а в исполнении. Крепкое правило должно быть. Попробуй у мусульман нарушить водки и у евреев в субботу нарушить. У нас в воскресенье, гляжу. У него нет циркуляр. У него циркулярка работает. А у меня дров нет. Подошло время. Только в воскресенье. И пилить дрова или складывать их в поленицу. Как матушка Людмила делает. Гляжу, в воскресенье кладет дрова матушка. Тяпает в огороде. Так уже вечер. Не дури. А то сейчас все тяпки переломаю. Почему мы не ревнуем об этом? Зашла домой. Притихла. Приехала к ней сестра родная. На огороде разделась в одном бюстгальтере. Загорает по потеряевским солнцем. Увидел, подошел. Пригрозил отпороть крапивой. Оделась. Недовольная поехала. Разносите моей тоталитарной секте молву. По базару старому. Там она всю жизнь спекулирует барахлишком. Рухлядишко нетрудовой. Почему вы не ревнуете о порядке? У евреев... Так, американские приехали туристы. На машине выехали в субботу. Когда движение должно прекратиться. Там каждая девчонка, каждая старуха 80-летняя хватает камень и бьет ее. Они едва из машины выскочили, автобусы свалились. Все. По всей стране ни один не двигается. Почему вы не ревнуете? Закон потерял силу. Вам нужды никакой нет. Почему, когда ты слышишь, что когда собирается двое и всячески злословит, ты не идешь и рот не затыкаешь грязной паклей? Почему спокойно стоите и слушаете? Годами отравляйте свою душу. А когда приходит время, вам вылазит из этого. Вы уже не можете вылезти. Вас отравили. Есть люди, которые занимаются только отравлением. Они ничего больше не могут делать. Это их назначение. Сделайте ревизию, с кем вы дружите. Где проводите воскресные дни. Где свободное время с днем проводите. Захарий, одиннадцатый глава. Ибо вот, я поставлю над этой землей пастуха, который о погибающих не позаботится. Потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить. Здоровых не будет кормить. А мясо тучное будет есть и копытных оторвет. Одна тема, ревизия, она какая длительная. Почему? Потому что запущено все везде. Протопопа Вах увидел. Пришел там медведь, барабан. Он догнал его за это. И медведя отобрал у него. Разорвал и разбил все ему эти барабаны. И все кончилось. Грозный упрек священникам, которые не проверяют себя. Проверить себя должны. Каким должен быть священник? Возьми шесть слов Иоанна Златоустого о священстве. Шесть слов. Так и называется. В первом томе. И этих, говорит, потерявшихся не будут искать. Господь говорит. И одну потерявшись пойдет искать. А девяносто девять оставят. Они никого не разыскивают. Люди, как вышли из храма, побрели и все. Они уже никому не нужны. Выпивают ли они, сидят, блудят ли они, воруют ли они. Эти люди никому не нужны. Священство вообще никого не ищет. Пришли, поклонились. И священник выйдет и благословит. Ну, ангела Божьего. Тысячи людей тут приходят. А ты кого знаешь? Нет, никого не знаю. А, ты кого знаешь? Нет, никого не знаю. Уборщицу одну знаю и все. Совершенно чужие люди приходят в храм. Потеряно все. Ревизия не проводится. На заводе проводится ревизия. В больнице на наличие белья. Сколько числится, сколько в действительности. Но здесь ничего нет. Сколько душ тебе Бог верил? Не знаю. Ну, а сколько приходят на причастие? Не знаю. Он же ничего не знает. Я видел священника отца Карпа. С таким объемным брюхом он только говорил. Завтра вы будете причащаться. А исповедовать надо, когда. То бабки наклонятся к нему. Вот и наговорит им. Ты головой ко мне на пузо не дави. Заботиться. Ты мне головой там, бабуш, башкой там в пузо не дави. Это проповедь. Ну и правильно. Больно же его требухе от бабкиной тыквы. Что ж дави-то? А то к иконам прислоняются поцелуи. Да еще бомба бьет. Бодает иконам. Где этому научились? Какому крылью в городке? Где вас научили долбать икону? Лбами-то. Где прочитали? Целование. Целование иконы. Но не ободание. Не ободание. Еще головой поднет. Вы что, как рогатые козлы? И что священники не видят? Проведите ревизию с целованием. Или ты с кем целуешься? Невеста Вера Федоровна поцелуешь, а потом лбом ударишь. Чтобы в ней, говорит, очки на место стали. Сираха. Бывает успех человеку как в злу, а находка в потерю. Вроде успел как в злу, успел распространить худую молву. Это тебе только одно и вернется. И находка в потерю. А что ты нашел? А нашел ты такое сообщество. Тебя и приняли. Приехал, нашел дом, куда постоянно торопишь дорожку. А коршун там давно уже закоктил душу. Зачем тебе это делать? Ты ищи такие места, где Слово Божие неповрежденное. Где можно побеседовать о любимой Иисусе. Где жених твоей бессмертной души. Ищи такое общество. Вот сегодня переберите, кого нет деревенских. Они не нуждаются в занятиях духовных. В исследовании Писания. Это чья паства? Это кто пастырь так их научил, что они не нуждаются? Почему? Проведите эту ревизию однажды. Кто свой, а кто чужой, разберитесь. Я знаю, Николай никогда ни разу не пропустил ни одного занятия. Это Киричков. А другие не нуждаются и на богослужение прийти. А вчера было четыре проповеди на вечернем только. Богослужение. Они пропустили мимо. О, как я-то я проповедовал. Богослужение было в нашем лагерестане. А в храм, говорят, придем. К храму привязаны все явились сегодня, отметились. И они очень хотели, чтобы я ничего не говорил. Я их знаю. Они очень сильно хотели, чтобы я не вышел на проповедь. Но если бы мне не поступила записка сказать проповедь, я бы и сегодня не пошел. Мне ради их только не хочется говорить. Хочется вас вывезти за храм, за дорогу и там сказать. Это совершенно чужие люди. У них лже-православие, лже-религия. Проведите ревизию по Слову Божьему, и вы увидите это. Но скажи, да, в самом деле так. Третья книга Ездры. Посиму воздержись теперь от скорби твоей и мужественно перенеси случившуюся тебе потерю. Господь учит нас оценить главное. Мужественно перенеси потерю. Ох, как нелегко это. Да, быть может, это погиб твой любимый сын. Потерял ли жену или мужа, или сгорел дом, который ты столько вложил капиталу. Мужественно перенеси. Не отчаивайся. Это все временное. Бог шлифует тебя на своем дождаке. Он гранит этот алмаз, чтобы он засиял в руке Божией. Матфея 5, 13. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Господь убеждает нас проверять себя, свои слова, чтобы соль была, чтобы слово было нашей солью. И сами мы были солью и не потеряли силу. И драгоценнее всего наша душа. Сберегши душу свою, потеряйте ее. А потерявши душу свою ради меня, сбережет ее. Матфея 10, глава. Проверять необходимо, на месте ли она. А бывает так, человек давно умер, как в городе. И даже этого не заметил. Давно-давно его уже нет здесь. Все потеряно. Если делаешь для ближнего, делаешь ради Христа. То не потеряешь ты награды свои. Она будет с тобой. Ты увидишь, как многого тебя растаяло от изимения твоего. Ты жертвовал, что-то отдавал. А какое наслаждение давать? Не просто привыкнуть. Дай, дай. И где дают, кидается. Дай, дай. Кому добавки? Мне, мне. А ты сделай так, чтобы все у нас было. Лишнего набери, больше сделай. И другому дай. Посмотри на радостные глаза друга твоего. Образ Божий. Скажи, я делаю это, как для Христа. Чтобы блеск его насыщенных глаз увидеть. Ну, порадуйся этим. Как приятно давать блажение. Ты счастливее того, кто принимает. Сделай это. Я знаю, что кто будет слушать, скажет, ну как долго. Ну, там-то я говорю, делаю выдержку. Там намного дольше это занятие было. Но это ревизия. Ревизия по всем областям. Ты прослушай один раз-то. Тебя это коснется или нет? Матфея, 10 глава. И кто напоит одного из малых сих только чаши холодной воды во имя ученика, как истинно говорю вам, не потеряет награды свои. У нас одна ветла растет, прямо посредине. Дорога маленькая обходит ее. Я сразу решил. Это хорошее дело. Загородили ее, стол поставили. Все время вода, холодная вода. Закрыта кружка рядом. Ну, положили там конфеты, сухари ложили. Кто-то поедет мимо, потерявки. Первый год. Один дом стоит, и напротив него написали подобие Мамридского дуба. Чтобы человек, ну, едет он, а напиться негде. Никому это не надо. Развалилось. Мы еще раз загородили. Трижды напоминает о том, что определенный счет овец, паствы священника, как их нужно искать. Все время проводить ревизию. Все ли они на месте? Куда такой-то делся? Да и никто не знает. Он давно уже в храм не ходит, в Трояна. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Мне тоже это больно бывает, когда даже и люди приходят, ну, налегке, как на курорт. Вот так. Одни записывают, а другие нет. Вот даже сейчас. Одни пишут. Почему? Во-первых, или не нуждается, или не умеет писать. Кто-то родной за него пишет. Пишите в двух экземплярах. Вам это сгодится в дальнейшем. Галатам. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, бы написано проклят всяк, висящий на древе. Также говорит о милости Божией, что Бог ветхозаветное обещание, данное Израилю, не отменяет, а оставляет в силе. Мы должны, проводя ревизию, тщательно исследовать, что мы получили, что потеряли первые ездры. И сделали они заседание в первый день десятого месяца для исследования сего дела. Нужно проводить заседание. Мне хочется сказать, что может нынче прекратилось это гниение, и сделали бы еще крестный ход. Но сейчас как будто отпала эта первостепенная надобность, чтобы захватить тот дом, чтобы это гниение прекратилось. А может и потребуется это. Люди сбежали, никого их нет. Это гнездо как выжженное осталось. Если ты Бога не знаешь, то вопрос стоит, сможешь ли исследование найти Бога? Где Он обитает? Нет, конечно. Но исследуя творение Божие, красоту этого мира, красоту своего тела, лепоту его может найти Бога, что Он прекрасен, что Он намного величественнее своего творения. В лепоту обличейся, то есть Христос принял человеческое тело, красоту, облегся в нем невидимый Бог. Екклезиаст. Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Полагает предел нашему исследованию. До конца все не исследуешь, но все-таки что-нибудь найдешь. Лука 13 глава. Когда он писал Евангелие, все проверил, какие были написаны Евангелия. Рассудилось мне по тщательному исследованию. Заметьте, исследование это есть ревизия. Это есть тщательное исследование сверху. И он увидел, что евангелисты хорошо написали, но многое упустили. Лука сверил одну с другим и на одном листике написал, что они написали о Самарянине. Они не сказали, что один разбойник покаялся. Об этом никто не пишет, кроме Луки. Они не сказали притча о блудном сыне. Всех расспрашивал и потом исследование написал самое интересное Евангелие. И почему фильм поставлен по Евангелии от Луки? Фильм Иисус, а он сам-то Лука, может и не ходил с Христом с первого дня. А он не из 12-70 апостолов. И по тщательному исследованию. Заметь, как все это узнал. У верования во Христа, у баптистов нет того, чтобы человека нужно ремонтировать, лечить. Они всюду распустили реквием. Человек умер, сын мой был мертв, но ожил. Почему баптисты это понимают, а мы не понимаем? С чего батюшка пытается ремонтировать, когда мертвецы вокруг него все сотлело? Я гляжу по Теряевке, батюшка таким гнием обложился. И говорю, зачем ты ходишь к ним телевизор смотреть? Что ты смотришь там, где ты бываешь? Да нет тебе ничего, смотри, с тебя спрос будет очень строгий. Вы, батюшке, помогайте здесь. Куда он тоже тропинку свою ведет? Эти люди совершенно не знают Бога. И не дай Бог, батюшки у нас не будет. Кто с этими людьми, как Миша, будет разговаривать? Но стойте твердо. Вы, молодняк, остаетесь здесь. Не позволяйте никому безобразничать в нарушении устава. Иначе вы все пойдете по миру. Место это снова станет бурьяном. Зарастет бурьяном. Не разрешай через уста перешагивать. Другие уезжают, как Виталий, и говорят мне. Но это пока вы с батюшкой, потому и стоите еще потеряем. А как вас не будет, так все и развалится тут. Бог даст более крепких, чем мы. И дело все пойдет. Я так отвечаю. Главное, чтобы закон не потерял силу. Николай, слышишь? Нигде не уступайте. Нигде всем этим людям невременным, которые приехали сюда. Потому что негде было жить. Гнали их откуда-то из Казахстана. А не потому, что идейно убеждены, что со Христом хорошо и легко на земле. Что со Христом ты имеешь подлинное настоящее счастье. Это люди временные. Мы сейчас видим, кто уезжает, а кто на их место расселяется. Совсем другие люди. Мы просто рады. Совсем другие. Велик Господь, второзаконие, трестоглава. То ты разыщи, исследуй, хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость, сия среди тебя. Прямо побуждает в каждом деле делать исследования и хорошо расспрашивать. Ты услышал, а тебе говорят. Не грозись. Сначала пойди расспроси. А может, тот не говорил? Если сказал, скажи, что мне говорил. Скажи, что это не так. Сирахов. Расспроси друга твоего. Может быть, не сделал он того. И если сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси друга. Может быть, не говорил он того. И если сказал, то пусть не повторит того. Вот я вчера расспрашивал. Тут у нас девочка есть. Она еще сюда, когда не приехала, ее уже там, откуда она, из Ишима, ее там уже травят кто-то против. Да вы знаете, лагерь, да куда едете? У нас вот тоже девочка приехала, Таня из Шалаболихи. Священник там узнал, куда мама ее отравляет. А там еще одна девочка. И он отговорил ее. Да вы знаете, что там она приехала, здесь ничего и нет страшного. А та, где она болтается сейчас. Вот тот священник, он может так накормить. Сделать такую интересную, насыщенную жизнь. Чтобы дети катались, собирали ягоды. То есть то, с чем они у нас занимаются. День какой у нас наполненный. Вчера мы только деревню потревожили. Попозже легли спать. Тут слышно было голоса детей, играющих в лагере. Я их сегодня пробрал, надо было потише маленько. Развеселились деревенские, еще к ним дети пришли. Вот и легли попозже. Мы из-за ягод долго брали малину. Обед был попозже, да и завтрак поздний. Мы легли в одиннадцать и сегодня, но два часа позже встали. Только и всего. Беды-то тут тоже большой нет. Судья должны все хорошо исследовать. Все хорошо исследовать. Любое дело нужно тщательно ревизировать. Исследовать, смотреть, что в нем утеряно. Какие недостающие звенья. Причь восстанцового. Первый в тяжбе свой прав. Своей. Своей прав. Но приходит соперник его и исследовать его. Плач. Иеремия. Испытай мы, исследуем пути твои и обратимся к Господу. Прям побуждает исследовать пути свои. Чем мы живем? Какой интерес? Как ты шел? Как ты попал потерявку? Когда ты уверовал? Зачем ты приехал? Что дальше у тебя будет? Почему ты разошелся во мнениях со священником? Почему ты теперь не слушаешься? Что тебя ждет в этом непослушании? У нас в Барнауле небольшая община. Теперь 75 человек. А сверх этого было 45 человек. Отлученные. Ушедшие. Никого из ушедших уже в живых нет. Никто лучше не стал. Никто не удержал свои прежние позиции. Все погибли духовно. Были потерявки такие, которые не ослушались. Начинали выпивать. Деяние 23 глава. Это я говорю об исследованиях. Варуха 3.23. Премудрый Соломон 13 глава. Это люди говорят, исследуют и убеждаются зрением, что все прекрасно через творение мира. Находят Бога невидимого. Исследовать временный мир. Сираха 6 глава, 17 глава. Прежде исследуй. И прежде исследования не порицай. Будет исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься загадками притчей. Что слушаете, где читаете. Всему давать ревизию. В любой газете. А не так, что если напечатано, радио послушал, телевизор, а там напечатано. Исследуй сокровенный смысл. И по слову Божьему сравнивай. Третье ездры. Ты не любопытствуй более, как нечестивые будут мучиться. Но исследуй, как спасутся праведные, которым принадлежит век. И ради которых век и когда. Все, я сделал вам призыв провести ревизию своей веры. Потому что при самом малом исследовании видно, что вера очень и очень слабая. На этой неделе, 17 числа, у нас погиб здесь коршуненок. Нам очень жалко было. Я стал исследовать сам себя. Во-первых, это дело... Что это такое? Дело было так. Я любил голубей с детства. Я их люблю и некоторые породы. Так и не мог доставать. И, наконец, мне один подарил пару голубей за полторы тысячи рублей. Стоят шалевые. И они искусственные голуби. Летают очень и очень плохо. У них хвост выгнутый на спину. Они все время притрясутся. А коршун, умная птица, он сразу раз и дому тащил. Ну и что, держать их заперти? Продержал неделю, надо выпускать, выпустил. Потом смотрю, и другого нет. Я привез и другие породы. Там еще есть такие бойные. Дал мне директор ликвироводочного завода. Пальталер Роберт Робертович. И еще несколько штук. Коршун у меня утащил. И когда он утащил последних, которые дорогие, я пришел сюда разгневанный и сказал, все, объявляю войну Коршуна. Притащил капканы, сразу пошел в околки. И, наконец, в одном гнезде находим три коршуненка. Витя лезет, достает, ставит туда капканы, чтобы родитель попался. Мне жалко было. Ну что такое коршун? Таскает цепушек. Он может и дюшонку утащить. Все время отсюда наблюдать интересно. До чего же и умная птица, хитрая, сразу улетает. Как только там сидишь, ни разу не подлетит. А выворачивает из-за деревьев и прямо падает сразу. Голубь не успевает подняться. Потом глядим, а он за голубами гоняется, они выше поднимаются, выше, выше, и он за ними летит. И голубь не может еще выше от него подняться. Ты не смотри, что плавно парит, но он очень стремительный. Говорят, медведь косолапый, медленный, но когда медведь бежит, то лошадь не может убежать от него. Он догоняет ее. У него очень спринтерская высокая скорость, как у коршуна. А коршунят кормить надо, ничего не едят. Я пошел резать беспородных голубей. Восемь штук ликвидировал, кормлю теперь сам. Уже теперь не коршун таскают, а я рублю. У меня две голубятни. Более породистых начал всех. Жрут много мои питомцы. Да они меня живьем съедают. Кормить-то надо. После этого Игорь привез свинину. Они ее не едят. Лягушками кормим. Поехал в горы, там сразу сказали в живом уголке. Пару забирает. Коршуненок схватит, рванет из руки и опять как будто прячется. Он голову спрячет, как страус песок. А один из них голову поднимает. Видимо, это была все-таки самочка. Вот это средняя из них. И он брал голову всегда кверху. И я его стал выделять. И он стал подбегать ко мне. И я кричу, тили-тили. Потом стал звать его Коря. Когда я этих отдал, то одного легче кормить. Натакался, то есть научился. Натакался я потом ловить крысу Миши. Понимал, 27 крыс. И тут их разделываю, выпотрошиваю. Мясо чистое, хорошее. И индейцы едят. Это деликатес. Индейцы, может, индейцы. Но он и жрет, и глотает. В природе-то этого нет. Он растет прямо на глазах. И вот он начал крыльями махать. Крылья растут. Видим, совсем большие. И начал со стола слетать. А кормил на столе. А стол-то пропитан. На нем молимся. И он у меня там, в левушайшей крови, крысиной. Крысиной. Мне пришлось ликвидировать этот стол и сделать новый. На него положить картон. А сверху второй стол. Каждый раз накидываю щит, чтобы их покормить. А потом разбирать. Давай, сейчас закончим. И, наконец, он начинает летать. И до того он оказался ласковый. До этого не расскажешь. А я к нему раз в 15-9 подходил. И вот он начинает сцена, распластается на башне ночевать. Стал уже... А я раньше, я на ночь их в особую клетку. Леса ходит рядом. Леса может тащить его ночь. И он залетает на башню туда. Ну, представьте, размах крыльев метр тридцать. Прикиньте рукой. Это размах крыльев. У него стал украшененка этого. И он летает там, где ребята работают. За дорогу. В степь. И подлетает ко мне и ждет, когда я крысу разделаю. Хватает. Стал давать полуобделанную. Потом за ниточку, чтобы тащить, чтобы его в природу ввести. Чтобы добывал. Вот, думаю, пожертвую голубей тебе. Начну ловить, как воробед. Начну ловить. Воробеда оставали. И в последнее время он стал уже летать вокруг лагеря. Представь себе, молимся. Он как попахнул крыльями над головами. На самый высокий крест поднимается и садится. Молимся, он сидит. Ребятишки его любили все. И вот семнадцатый день. Вот семнадцатый день гибели царского семейства. Дождик моросит. И он на улице. Его промочило. Я прихожу, думаю, сейчас покорми тебя. Кричит. А ласковый он. Пальцы мне так пощипывают, как целуют. Я куда иду землянку собирать. Он со мной. Землянику. А, землянику собирать. Он со мной. Слетит сверху и идет. За сапоги мне хватает. У меня поясок. Он у меня его весь истеребил. Часы дам ему. И он часами играет. И лапой зацепит. И клювом. Но настолько я к нему привязался. Я даже голубей меньше стал любить, чем его. У меня перевернулось что-то в голове. Настолько он любезный был. И когда мы молились, зашли от дождя туда. И в это время видели, как полетел за граченком он. Сел на провода. Когда мы заходили, он сидел на проводах на этих высоковольтных. Переходит на этот стол поворотный. А там близко провода. И он крыльями взмахнул и его убило. Когда мы пришли с молитвы, он уже лежал мертвый. Я стал думать, что мне это дало. До того тоскливо, что хотел идти по околку и еще искать такого же, чтобы воспитать. Это элемент воспитания для детей. Ни к одному голубю скажу никогда, я не был так привязан. Здесь именно ответственность вызывает чувства. Я стал переносить это чувство на людей. Почему нам иные люди дороги, а другие нет? И что они в нас заложили? Вот эти люди, которые не ходят на занятия, сегодня умри. Сегодня умри, и они даже не охнут. Только поздравят друг друга и канон. Молебен закажут с водосвятием. А которые слушали, которые спрашивали, эти люди будут плакать. Будут скорбеть, будут вспоминать. Будут эти записи прослушивать. Вот так, как этот Коршуненок коря. И написал стихотворение, и ему посвятил. А Витя Савченко положил его на музыку. И дети стали петь это стихотворение. Враг друг. Коршун расхищает голубятню. Шалевых, бантастых вертунов. На себя теперь враги обвиняйте. Разорить все гнезда их готов. Коршуненок в лагере живет. На глазах заметно подрастает. Мясо крыз глотает и жует. Птица неприхотливо простая. Ласковый, покусывает пальцы. Тонкий писк, ответная любовь. Вслед за мной летит. Розди, не пяльтесь. Ел он только то, где видел кровь. Мы играли с ним на тренировках. Он садился рядом, кликотал. На размах метра тридцать. Но веревки при полетах как-то облетал. Почему его убило током, когда мы молились поутру? Жизнь со мной не раз еще жестоко обойдется. Погибает друг. Тот, кто постоянно облегчает пилигримство в враждебном мире. Любит нас, зазря не обличает. Понимая все это много шире. Коршуненок, коря, крышконосый. Не боялся ничего. И вдруг любознательность тебя заносит на смертельный и последний круг. Нам на память крылья остаются. Жаль, у птицы вечно нет души. Голуби над башней утром вьются. Птицу мира коршун не страшит. 20.07.01. Игла. Вот так. Ну и все. Во славу Божию. Большой материал. Это воскресное занятие было в Потеряевке. Во славу Божию. 20.09. Я перечит такие комп gay. Информа. А для нас, я редкости ковку.